В сентябре 1999 года Слово гексоген До того знакомые лишь спецам по взрывному делу По некоторой информации В подвале дома номер 8 Обнаружены два ящика со взрывчатым веществом Гексогеном Накануне на месте взрыва были обнаружены Фрагменты взрывного устройства И взрывчатые вещества Гексоген и тротин Появилось сообщение о том Что в школе, находящейся в этом же дворе Обнаружены ящики с взрывчатым веществом Гексогеном Гексоген – мощнейшая взрывчатка По виду напоминающая сахарный песок В чистом виде он не используется Опасно Только как добавка к другим взрывчатым веществам Например, к тротилу Тротил бывает в шашках А бывает в сыпучем виде В последнем случае называется чешуированным И по виду напоминает мелкую вермишель Хлопья желтоватого цвета Именно из тротила с гексогеном И состояла московская смесь Которой подорвали дома На улице Гурьянова И на Каширке В сентябре 1999 года Сахар с вермишелью В подрывах домов обвинили чеченцев И тогда же, в сентябре 1999 года Началась Вторая Чеченская война На выборы Путин, доселе никому неизвестный чекист Из бандитского Петербурга Шел уже как полководец и спаситель страны От чеченского террора Это преступление Причем преступление гнусное Совершенно очевидно, что это террористический акт Трудно назвать этих людей людьми Их даже зверями назвать нельзя Если это звери, то бешеные Это вызов уже не государству Это вызов народу И поэтому ответ должен быть соответствующий Он должен быть сверхзвежестким Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе Ни секунды Потому что если мы это сделаем То тогда те, кто погиб Тогда получается, что они погибли напрасно Поэтому я предлагаю Сегодня эту суперку поставить Мы обязательно выпьем за ней Обязательно Но пить будем потом Потом, тогда, когда эти задачи Принципиального характера Вы о них все знаете Будут решены Зловещие взрывы домов Тогда вызвали реальный ужас В сентябре 1999 В Москве люди массово дежурили В подъездах по ночам Сами обыскивали подвалы и чердаки Гаишники буквально накидывались На любую проезжавшую газель Ходили слухи, что мешки Развозят на газели к местам подрыва По телевизору крутили фотороботы Каких-то кавказцев Которых вот-вот должны были взять Но они опять ускользали Все узнали про очемеза Гачияева Который якобы и развозил мешки С сахаром по домам А потом, как сквозь землю провалился Его так и не нашли до сих пор У меня просьба ко всем предпринимателям Или квартиросъемщикам Которые сдавали это К тому гражданину помещение Срочно сообщить в органы внутренних дел Не исключено, что Он может где-то находиться И мы сейчас проводим его розыск В УВД столица обращается Ко всем жителям города И в первую очередь предпринимателям Со следующим обращением Если в последнее время этот человек Снимал офис или помещение Под склад Немедленно позвоните в милицию Чтобы возможно предотвратить Новую трагедию И подобная информация Уже поступает в органы внутренних дел Мужчину, приметы которого Совпадают с оставленным фотороботом В минувшие четверг и воскресенье Видели жильцы одного из домов На улице народного ополчения Кошмар со взрывами прекратился резко и внезапно Это случилось в Рязани Вечером 22 сентября 1999 года Местный житель, водитель автобуса Алексей Картофельников Приехав поздно с работы Заметил незнакомых людей Заносивших какие-то мешки в подвал И на всякий случай вызвал милицию Далее события развивались стремительно В подвале были обнаружены Три мешка с сыпучим веществом Теймер и детонатор Картофельников позднее в эфире НТВ Описывал содержимое мешков Как какие-то гранулы По преимуществу вермишель Желтоватого цвета, мелко порезанную Я эти видео, мешки буквально в трех метрах Когда они лежали Они напоминали, я не знаю, может Не гексогены, что там такое Было желтоватого цвета, во-первых И такой вот мелкий-мелкий, как скажем Вермишель такой вот порезан Какие-то вот такие гранулы Так бы им называть Вот я тут сейчас вижу, это там, ну как мука Вот там что-то такое Были какие-то гранулы Желтоватого цвета Вермишель Именно так выглядит тротил В измельченном, чешуированном виде Ну а гранулы Это уже ближе к гексогену Минут через пятнадцать На место примчались взрывотехники МЧС, ФСБ, высокое начальство Из областного УВД Газоанализатор показал присутствие Паров гексогена Московская смесь Жильцов в считанные минуты Выгнали из квартир на улицу Чуть ли не в ночных рубашках Абсолютно все местные службы Включая Рязанское управление ФСБ Восприняли ситуацию Как попытку теракта Новость облетела всю страну По ТВ был показан Фоторобот подозреваемых Все центральные телеканалы России Сообщили о предотвращенном взрыве Жилого дома На утро 23 сентября 1999 года Пресс-служба МВД Российской Федерации Официально сообщила о найденной в Рязани Взрывчатке на основе гексогена Сам город в это время стоял на ушах Перекрыли все въезды-выезды Искали трех террористов Двое мужчин и одна женщина И нашли На третий день Съемная квартира Где они прятались Была установлена Готовилось задержание По другим данным 24 сентября 1999 года Их уже задержали И тут Примерно в полдень 24 сентября На экранах ТВ Появился Патрушев Путинский кореш по Петербургу В то время Директор ФСБ Сказать, что это был шок Ничего не сказать Патрушев заявил Что террористы в Рязани Сотрудники ФСБ Это были учения По проверке бдительности А в мешках был Не гексоген А сахар Это не был взрыв Во-первых Во-вторых Не предотвращен И думаю, что не совсем Четко сработали Это было учение Там был сахар Взрывчатого вещества Не было Рассказ Патрушева Об учениях ФСБ Уже тогда вызвал Мягко говоря Недоверие Получалось, что ФСБ проводило учения В жилом секторе О которых никто не знал Десятки людей Провели ночь на улице Было возбуждено Реальное Не учебное Уголовное дело По статье Терроризм Да и сообщил Патрушев Об учениях Только тогда Когда исполнители Были обнаружены Рязанскими ментами И чекистами Которые были Не в курсе Учений У нас трехлетний ребенок Мы его Вытащили из ванны Распаренного Ребенка Закутали в тряпье И бежали Сломя голову Ребенок у нас До сих пор болеет А вы сейчас Верите, что это были учения? Нет А почему? Не верю Потому что все было Очень правдоподобно Мы все видели Из подвала Крысы бежали Крысы бегут Обычно С тонущего корабля Кто вам дал право Если вы говорите Учения Кто вам дал право Издеваться над нами Кто? Вот у меня же Она после этого Слегла в больницу Кто вам дал право? Вам и всем Вашим сотрудникам Кто вам дал право? Конечно При проведении учений Это почти Святое правило Не надо к ним Привлекать людей Которые Не должны Участвовать в учениях Вот жители дома В данном случае Конечно не были Объектом проведения учений Давайте мы исходить Будем из факта О котором нам сказали Что в мешках Был сахар И выясняется Что ни эксперты ФСБ Ни эксперты МВД Сходу не могут понять Что перед ними сахар Так что ли У меня возникает Возникает ощущение Какого-то абсурда И мне бы хотелось Задать вопрос Следователю Вы проводили Скажем Опрос Свидетелей На предмет Установления факта Что Это тот же материал Который они видели На месте взрыва Тут говорят о том Что был какой-то Желтый Типа там Сеченый Вермишели А у вас Сахар Насколько я понимаю Немножко различаются они Я хочу сказать Сахар производства Курской области Сахар производства Минучку Сахар производства Воронежской области Цвет имеет другой А сахар который Производят у нас На Кубе Вы получаете Он вообще желтый От ФСБ требовали подробностей Предоставить план учений Приказ на их проведение Кто были три исполнителя И так далее Попытку дать Хоть какое-то Объяснение инциденту ФСБ предприняло Через полгода 22 марта 2000 года В этот день В Москве прошла Пресс-конференция Ветеранов подразделений Альфа и Вымпел Там выступил Вот этот персонаж Бывший командир Спецназа Альфа Генерал Геннадий Зайцев Вот он в бытность На службе С Путиным В Кремле В 1999 году С бандитами Из Подольской ОПГ Она крышуется Спецназом ФСБ В общем Заслуженный ГБ-ветеран И вот На пресс-конференции 22 марта 2000 года Он поведал Что учения С рязанским Сахаром Проводила спецгруппа ФСБ из Москвы С участием людей Из отряда Вымпел Профессиональные Диверсанты Спецгруппа Выехала в Рязань В тот же день 22 сентября 1999 года Ближе к вечеру Купила охотничий Патрон В магазине Кольчуга Для муляжа Детонатора И три мешка Сахара на базаре На основании Распоряжения Руководства ФСБ В соответствии с планом Проведения первого этапа Операции Вихра Террор Нашей группой Была поставлена Задача Выехать В город Рязань Для проведения Данных мероприятий Что и было сделано Вот Закупить Сахарный песок Создать Собрать Вернее имитатор Взрывного устройства Злополучный Сахарный песок Впоследствии Названный Некоторыми СМИ Гексогеном Был куплен Спецгруппой На местном базаре Заявил Зайцев Пары Гексогена В подвале Он объяснил Тем Что эксперты Нарушили Элементарные правила И воспользовались Грязными приборами На которых Были остатки Взрывчатых веществ От предыдущей Экспертизы То есть Накануне Они уже работали Где-то с гексогеном Интересно Где И забыли Приборчик Протереть Вот такие Истории От генерала Зайцева Плюс К рассказам От генерала Патрушева Генерал Зайцев Прослуживший В КГБ Всю жизнь Наверняка Слышал Старый Принцип Легенда Должна Быть Непроверяемой Если нет Надо Использовать Другую Легенду Но что-то Легенды У товарища Зайцева И товарища Патрушева Никак Не клеится Вот он Тот самый Эксперт Юрий Ткаченко На вызов В Рязани Через неделю После инцидента С Сахаром Ткаченко Был примирован За мужество При выполнении Служебного долга Через полгода Появилась версия О грязном приборе Где его запачкали Гексогеном накануне Никто объяснить Так и не мог А еще через год В 2001 Ткаченко Заставили публично Заявить Что он вообще Не пользовался Газоанализатором При экспертизе На запах Определял Видимо То прибор грязный То вообще Прибора не было Отдельный вопрос Про мешки с сахаром Купленные чекистами На базаре Если верить Генералу Зайцеву Если помните Житель дома Алексей Картофельников Который и вызывал Милицию тогда В эфире канала НТВ 24 марта 2000 года Описывал Содержимое мешков В основном Как вермишель Желтоватого цвета Они напоминали Я не знаю Может не гексогены Что там такое Было Желтоватого цвета Во-первых И такой вот Мелкий-мелкий Как скажем Вермишель Так вот порез Какие-то Вот такие Гранулы Зайцев давал Пресс-конференцию На два дня раньше 22 марта И про это Конечно не знал И повторил Версию Патрушева Про мешки с сахаром Так что ж Купили чекиста На базаре Вермишель Или сахар Или в спецназе ФСБ Сахар от вермишели Отличить не могут А если там была смесь Где они ее смешивали В жигулях На которых Подкатили к дому На улице Новоселов Или может Прям на базаре В общем Как говорил Березовский Серый кардинал При Ельцине Он Закончится Его повесят на Рее Вы тогда сказали В 2000 году Его повесят на Рее Но меня повесят Видимо перед ним Потому что скажут Что ты его привел И я от этого Никогда не отмажусь Жаль Что это прозрение Пришло к нему Слишком поздно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова